Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы сегодня с вами, друзья, оказались в больнице, потому что я буду оперировать и спасать людей в игре под названием Сержен Симулятор. Но не обычный, а VR, потому что, ну, когда у тебя есть полноценное управление руками, так гораздо удобнее. Ну а если вам, друзья, понравится этот ролик, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Итак, давайте не будем медлить, а сразу перейдем к операциям, а именно к самой первой, которую я на самом деле... Давай же выбирайся! Которую я на самом деле уже прошел, но пройду еще раз. Типа мне нужно было разобраться, как здесь все работает, как тут все устроено, и почему на секунду у меня были руки-скелеты. В общем, друзья, если вкратце, у нас есть гражданин-пациент. У него на лице маска, а внутри проблемы. Тут у нас его жизненные показатели, и на данный момент в его организме находится 5, чуть больше 5 литров крови. И чтобы он не погиб, мы должны все делать максимально аккуратно. Тогда он кровь не потеряет, и все будет здорово. Но есть еще один способ не потерять кровь, а именно проводить операцию быстро. Давайте сразу подготовим все инструменты. Пила мне не нужна. Тут у нас лежит сердечко. Да, мы должны пересадить ему сердце. Мне понадобится вот эта вот штуковина. Берется она в руки, кстати, очень странно, но зато работает. Потому что, ну да, можно использовать пилу и медленно вырубать ему грудную клетку. Но зачем, когда можно... Бэм! 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 Да, ай, по-моему, я перестарался немного с бабамами. Ну ладно, легкое нам не понадобится. А сердце можно, интересно, молотком выбить? Эээ, жестокое убийство всего за одну минуту. Блин, на самом деле, что-то как-то странно. Почему молоток прошел сквозь его грудную клетку? Она должна защищать тело, вот эти вот внутренние несчастные органы. Ладно, я попробую еще раз это сделать, если не получится. Ну, будем пробовать другие методы. Да, что-то молоток не самое рабочее средство для этого. Но кусочек ребер удалось уже удалить. Блин, главное не попадать по плоти. И левую часть ребер нам вообще удалять не нужно. Да, какая-то часть ребер попадает в организм, туда внутрь. Ну, как бы они там изначально были. Не в таком виде, конечно, так легкое мы оставим. Оно еще пригодится ему стопудово. Но они же там были. Как бы мы ничего из организма не вынимаем. Это важно. Так, это тоже использовать я не буду. Че-то он начинает терять кровь, дружище. Почему? У тебя печень на месте. Желудок, похоже, тоже легкая. Вообще красивая. Сейчас мы тебе все сделаем грамотно. Мне нужен скальпель. Только вот я не знаю какой. Ну, давай, допустим, это мне не нужно. Возьму вот этот. Мне он нравится. Опять же, я его беру как-то мизинцем. Это странно. Такс. Давай. Вот, другое дело. И аккуратненько перерезаем ему артерии. Это не очень аккуратно, да? Блин, он теряет кровь. Осталось последнюю перерезать. Давай же. Вот так. И здесь еще. Отлично. Сердце можно извлекать и доставать следующее. Давай, иди сюда, мое хорошее. Не падай и... Бабамс. Она на месте. Она не на месте. Она не бьется. Почему? В какой стороне его нужно повернуть, чел? Почему у тебя сердце не работает? Вот. Другое дело. Конечно, его благо не нужно пришивать. С назад опустили шарики. А значит, с виду неплохо. Думаю, что он выживет. Я тоже так думаю. Он перестал терять кровь. Но, правда, и сердце не бьется. Но это не важно, чувак. Ладно, отдыхай, спи. И все у тебя будет нормально. А я пойду проходить следующую миссию. Следующую операцию. Назад в меню. Вот следующую операцию я даже глазами своими еще не видел. Поэтому будет интересно не только мне, но, надеюсь, и вам. Так, как ее выбрать? А, здесь. Отлично. Такс. Теперь у нас идет пересадка почек. И это будет, по идее, легче. Так как в почках нет ребер. Да, будем честны. Их там просто нет. Поэтому и доставать их не придется. А с ребрами обычно много проблем. Но тут есть... Эм... Че? У меня почему-то на уровне руки не прогрузились. Но такое бывает. Итак, где находятся почки? И если я все правильно понимаю, они где-то вот тут вот за кишечником. Вот только как до них добраться? И можно ли просто извлечь кишечник руками? Ну, он мягкий такой, склизкий, не очень приятный. Ну, он ничего не чувствует. Чел, как ты с такой штукой вообще внутри ходишь? Она же гадкая, мерзкая. В нее нужно мясо напихать, потом в колбасу запечь. А ты это внутри носишь? Ну, тоже мне, блин... Это, видимо, колбаса не растворившаяся. Ладно, это чушь. У нас есть два лекарства. Зеленое и фиолетовое. Такое разноцветное. Я не знаю, какое лекарство нужное. Давайте введем его внутрь. Внутрещечно. Ой, чел. Он теряет очень много крови. У тебя из ушей льется кровь. Короче, это лекарство не водится. Предлагаю его в кишки тогда засунуть. По-моему, я все и сколол. Теперь он реально теряет много крови. Но я не понимаю, она не водится. Может, надо... Вот так. Туда. Ой. Кстати, смотрите, это помогло. Это помогло, действительно. А вот это не помогло. Второе, 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 по-моему, наоборот, вредит. А, туда, туда его, туда, туда. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ладно, смотрите, у меня есть еще лазерный резак. Он что-то нифига не разрезает. Довольно плоховатая штука. А, нет, смотрите-ка, в нижней части большой кишки оно все-таки разрезало. Ладно, я, честно говоря, не знаю, для чего нужно это лекарство. Обойдемся, пожалуй, без него. Особенно вот без этого разноцветного фиолетового. От него, чуваку, было только хуже. Так, аккуратно. Нужно понять место разреза. Ну, допустим, разрезать я буду вот тут, чтобы не задеть другие органы. Во! В одном месте кишка отвалилась. Переходим к другому месту. Надеюсь, здесь правильно я выбрал место. Отлично. Кишка. Вот она. Пускай пока вылежит здесь. Далее нужно достать вот эту большую кишку. Кишечник. Очень-очень много крови теряет, дружище. Терпи главное. Скоро ты сможешь есть снова колбасу. Отцепил. А где, а в каком месте? Вот тут еще оно крепится, похоже. Да. Вот он, кишечник. Какой он большой. Он... Его целых два куска. По-моему, я перестарался. Так, давай, дружище, доставай же. Во, оно выпрыгнуло. Теперь еще и почки нужно отрубить. Они тут открепляются или где-то в другом месте? Я не понимаю, чел. Хоть бы помог мне. Блин, лежит. Лежит. Что-то... Почему я должен за тебя всю работу делать? Так, похоже, без укола того точно ему не справиться. А вот и лазером почки, к сожалению, отрезать нельзя. Хорошо, придется применить другие способности. Например, я возьму скальпель. И в первый раз я все-таки сделаю укол в кишки, чтобы он меньше терял крови. Давайте попробуем. Ну, должно сработать. И опять же, вместо лазера я возьму что-то другое. Слишком медленно лазер работает. Так, вводим первое лекарство внутрь. Так. Ну, будем считать, что инъекция произведена успешно. Кровь он не теряет. Далее, нам понадобится... Ну, возьму пилочку. Должно работать... Ой, что-то у него небольшое кровотечение, но самое минимальное. Ага, оно не пролазит туда. В этом проблема. Да, он просто начинает терять кровь и... Прямо неконтролируемое это делает. Нужно снова инъекцию. Не помогло. Не помогло! Эй, чел! Мы теряем тебя, не теряйся. Ладно, нужно поглубже засунуть. Ну, вроде идет замедление, нет? Если в щеку. Во! Мы остановили кровотечение ему! Отлично! Это работает! Классно! Далее. Берем все же в руки лазер. И работаем прям быстро. Так, первое место есть. Где-то тут оно. Отключил. Отключил. Нафиг. Нафиг. Это нам больше не нужно. Печень. Пока не понадобится она тебе, друг. Отлично. Я нам все равно не... Ой! Включись! Обратно! Включиться! Фух, я ж не смогу без показателей жизненных работать. Далее берем какой-нибудь скальпель. Не знаю, вот этот. Нормальный вроде. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что тут творится? Ну почему твои почки такие... Я порезал ему что-то. А что я тебе порезал? Почку тебя что-ли отткнул? Как его отключать? В каком месте почка отключается? Я ума не приложу. Чел! А-а-а! Бесишь! Почему тебя так сложно лечить? Ладно, заново попробуем. Я не знаю. Лазером они тоже не отключаются. Ладно, посмотрим, как выглядят почки здесь. Здесь. Да просто... Я понял, где их нужно отключать. Цепись. Ну, похоже, я их уже не сохранил, да? Их нужно прямо там у основания отключать. Кстати, они нормально сохраняются. Даже несмотря на то, что у них нету крышки. Ну, видимо, много консервантов в его почках. Поехали. Раз. Давай. Два. Давай. Чел! Отдай свои кишки мне, скотина! Почему они нету? Кишочки! Давайте же! Они не... Ну... Еле отрезались. Да. Лазер на лице никак не влияет на него. Давай, по-быстрому. Так. Нафиг все это добро. И вот здесь попробуем почки отключить. Первая отключена. Вторая отключена. Yes. Чел, ты спасён будешь сейчас? Ты будешь спасён. Смотри, что я тебе приготовил. А, нет, нет, нет. Ну, ты с одной же можешь жить, в теории. Она упала. Одну старую поставлю. Ну, одна почка, это уже лучше, чем ведь ничего. Ну, братан, ну пойми меня. Ты уж прости. Может, она немного неровно находится. Но, в общем-то, и целом-то, ну нормально ведь. Смотри. Знаете, даже третью почку. И кишки, и кишки свои забери тоже. Ну, у тебя три почки целых, чел. Никто о таком даже мечтать не может. А ты и с тремя почками недоволен и хочешь умереть. По-моему, ты несправедлив ко мне. По-моему, ты ко мне несправедлив. Минута 37. Ну, блин, так операция шла успешно. Я понял, как её проводить. Исключительно с помощью лазера. И в этот раз я не буду выбрасывать все его внутренности. Возможно, имеет смысл вернуть их на место. Такс. Так. Отлично. Положим пока сюда. Так. Вот место отключения. Я, наконец-таки, их нащупал. Места, где нужно отключать органы. Можно ведь кишки назвать внутренним органом? Я думаю, что да. Без них человеку тяжело живётся обычно. Почка. Хорошо. Ну? Он не отключается. Давай, почка. Блин! А, она отключилась уже. Так, нужен срочный укол. По-моему, наоборот, быстрее он начал кровь потерять. Ай! Так, ладно. У нас есть почки. Они на месте. И всё хорошо. Они не убежали от меня. Эти бобовинки. Фасолинки маленькие. Смотри, вот так. Вот так. Вот так. Ну, круто ведь. Очень ровно. Еее! Операция завершена, чел! Ты будешь жить! Ты будешь жить сегодня! Дай пять! Ааа! С виду неплохо. Думаю, что он выживет. Да, он потерял даже меньше половины крови. Но ничего. Несколько переливаний. И он будет как огурец. Зелёным, может быть. Может быть, нет. Дальше. Следующая миссия. Конечно же, хочется пройти всё. Посмотреть, как тут всё устроено работает. Если мы уже совершали две такие сложные операции. Следующая операция на мозгу. Вот это будет действительно сложновато. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, почувствую себя нейрохирургом. По крайней мере, при операции на мозгу. Ой. Чего? Это что, хоррор какой-то? Или что? Вы прикалываетесь? А что я должен делать-то? В смысле? Одним фонариком только оперировать? Чувачела. Ну, тебе не повезло сегодня. А что я должен? Тебе я должен мозг заменить? У меня вон в банке есть какой-то мозг. Кислород. Ну, типа можно подать кислорода, наверное, ему. Ну, братан, это не моя проблема и не моя вина, что сегодня такие вот обстоятельства. Ну, я попробую, конечно, немного поколдовать. Ой, ух ты, бедняжка. Терпи маленько. Операция на мозг обычно не такая кровопотерная, как другие операции. Мы всего лишь вскроем тебе черепную коробку. И все. А, значит, у него растрескалось самую малость. Давайте уберем лишние компоненты. Недостаточно хорошо растрескалось. Похоже, придется... Вот так сделать. Пройтись по макушке, дружище. Давай, давай, давай. Давай. Представь, что ты маленькое яичко. И внутри у тебя желток. Очень вкусный. Очень приятный. Мы этот желток сейчас достанем. Смажем им выпечку и все такое. Ага, а так просто мозг не отключается. Придется действовать и... Как-то по-другому. А как? Может быть, еще больше нужно отпилить черепа ему? Молотка, конечно, не хватает. Пипецки как. Блин, он уже всю кровь потерял. По-моему, он слишком много крови теряет. А мне кажется? Я даже не знаю, как ему мозг достать. Чел. Ну, похоже, тебе не пережить эту операцию. Все, что я могу сказать. Еще музыка играет, блин. В операционной должно быть тихо. Не могу работать, когда шумы какие-то мешают. Так, но мозг, как минимум, у него уже изъят. Там какая-то колбаса ему мешает. Пленка и... Да, смотрите, кусочек сзади, видите? Мозг с ума сошел, мозг ожил. Так, надо его... Ай, задел мозг. Не, ну а что он на меня хотел наброситься и убить меня? Заново давай. Так, хорошо. Я, по крайней мере, знаю, как действовать. Надо вот эту колбасу отрезать снизу. Чувак. Мда уж. Где фонарик-то хоть? Попробуем найти инструмент более полезный, чем эта пила. И поначалу я сделаю ему, наверное, трепанацию черепа. Почему? Объясняю. Мы таким образом снимем давление с черепной коробки. Очень аккуратно. Ой, что я в мозг уже, по-моему, попадаю. Слишком низко опускать тоже нельзя. Такс. Ну, это много... Многоуровневая трепанация сразу со всех сторон. Уж... Не, это явно устройство не подходит. Слишком большая кровопотеря. Ну, во время таких операций... Ну, реально ведь параллельно переливают кровь обычно. И это правильно, это нормально. Во время любой операции человек теряет много крови. Не, ну это бесполезно. Предлагаю сразу... Забуриться ему прямо в моржечок. Всё. Где какой-нибудь зубило и молоток? Вот этими вещами и нужно вскрывать черепную коробку. Ну, опять света нет, конечно. Конечно. Ну, зачем мне свет? Мне ведь не нужен свет. Я ведь и без света хорошо работаю. Я ведь суперхирург. Я ведь провел уже 3000 операций. Так, мозг ещё далеко лежит. Ну, ладно, братишка, потерпи маленько. Будем быстро работать. Так, попробуй ему ещё укол сделать. Не знаю, остановит это кровопотерю или нет. Но пускай надеется, что да. Так, тут ещё немножечко. Так. Но пока всё идёт хорошо. Сзади бы ещё. Давай. Давай, 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 давай. Терпи, 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 терпи. Вот так. Опять он с ума сходит. Мне нужны ножницы. Отлично. Безумный мозг. Нафиг его. Он теряет всю кровь. Доставайся. Достанься. Ессс. Он выжил. Ай, чувак. Блин, это жутко. Мозг ожил. Блин, это страшно. Почему мозг живой? Ух, следующая миссия. Не хочу больше связываться с живым мозжечком. Это реально чревато большими проблемами. Руководство меня не поймёт. Далее. Операция на глаза. Ага. Пересадка глаза. Ну, давай. А такая операция вообще существует в природе? Пересадка глаз. Ну, в теории, если даже мозги пробуют пересаживать, то почему бы... Ой, чел, так тут смотри сколько глаз. Тут на выбор вообще всякие разные есть. И белые, и чёрные, и розовые. И они, похоже, тоже живые. Они, чёрт возьми, прыгают. Так, окей. К тебе нужен... Я понятия не имею, как их проводить. Так, эту штуку надо снять, да, наверное? Э. Так, глаза у него действительно целые, но я не могу снять с него маску. Э. Ты ху... Как мне проводить операцию-то? Ладно. Хорошо, сперва нужно было снять маску. Отлично, она застряла. Далее, что это за устройство? А, можно перемещать этой штукой глаза. Во, как это работает. Я понял. Как бы мне извлечь из твоих орбит твои гляделки? Понадобился бы какой-нибудь пинцет или что-то в этом духе. Но я не знаю. Если под рукой лежит ручка, я думаю, их можно просто выколоть. Нет, это так не работает. Возьмём скальпель, попробуем им. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не двигайся. Э. Ну, он застрял, да, внутри? О, смотрите-ка, поддели. Теперь его нужно извлечь. Отдай. Ха. Первый извлечён глаз. Отлично. Давай-ка сюда второй. Давай. Опа. Извлекаем. Маленький... Он на месте. Маленький разрез и... Давай же уже. Отдай свой глаз. Во. Ха-ха. Ну что, выбирай глазницы. Какие у тебя будут? Ну, мне кажется, вот эти нормальные, в принципе, стандартные. Во. Ну, это простая операция, чёрт возьми. Меня можно брать на работу глазным хирургом, очевидно. Кстати, смотрите, я сбоку заметил кровь. Вероятно, её даже можно переливать. Ну, что ж. Александр, окулист, к вашим услугам. Приходите. Всегда буду рад помочь. Окажу любые услуги. Даже бесплатно. Ну, медицинские, разумеется. И ещё одна операция. Это у нас пересадка зубов. Хе-хе-хе. Ну. Ну, пересадка зубов. Ну, давай-давай-давай-давай-давай. Так, это мне не нужно. Нормальный хирург работает на глаз. Опять вы маски поодевали. Хрен к вам подойдёшь. Хрен. Короче, срезаю маску я. Нафига ты маску одел? Дурная твоя голова. Нет, ну, а чё он? Серьёзно. Пришёл на операцию. По пересадке зубов одел маску, которую невозможно снять. Это нормально? Нафиг. Давай её сюда. А ну-ка, блин, сними маску. Хладненько. Это что такое? Возможно, этим можно снять маску. А как? А как я должен работать с маской на лице? Ну, типа, это для ювелирной работы, да? Оба-на, смотрите-ка. Камера есть, да? Да возьми ты её в руки. Ну, так будет удобнее работать, наверное. Если я, конечно... Айди. Сниму маску. Лазером можно попробовать её срезать. Офигеть! Она реально срезается? А ну, повернись. Ура! Ой-ой-ой-ой-ой. Чувак, чувак. Нужно было за своими зубами ухаживать. Это убийство? Я бы не убил человека таким образом. Это слишком... Слишком не так. Так не бывает. Нельзя завалить чувака, ударив ему один раз по лицу. Молотком. Причём не сильно даже. Так, ладно. Так, первая есть. С другой стороны давай. Давай, не поворачивайся. Я сейчас тебе же больнее делаю. Так, камеру надо выключить. Во. А что он теряет кровь? Алло! Офига, чувак. Хватит терять кровь. Всё, остановил. Так, смотрите-ка. У нас тут в коробочках есть... Зубы. Они тут повсюду. И они как похоже больше на попкорн. Это что, это зуб что ли? Ха-ха. Это, блин, не похоже на зуб. Так, хорошо. Нам нужно действовать очень аккуратно. И нам нужно какое-то средство, которое может успешно удалять зубы. И это я не знаю, чем обычно удаляют. Но явно не этим. Можно попробовать поддеть вот этим вот крючком. И таким образом извлечь зуб. Ну, вроде работает. Так. Аккуратно. Ювелирная работа, в конце концов. Ну, какие-то крошки летят от зубов. Но это не работает. Во, раскололи зуб. Отлично. Еще один. Прекрасно. Давай еще повернемся маленько. Ой, ну немного здорового задели. Но это не страшно, я думаю. Его мы тоже пересадим. Так, а то, что тебе в рот падают все осколки. Но это твое, опять же. Это кальций дополнительный. Будешь здоровый, будешь крепкий. Первый бы зуб установил. Тут есть еще зубы, вроде как. Не знаю. Конечно, это, наверное, не подходят зубы именно для этих мест. Но неважно. Ой, 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 ой. Уронил. Бывает. В операционной всякое бывает. Ни один хирург не застрахован от ошибки. Да нет, двигайся. Во. Ну, он отвалился. Не подошел. Ладно, есть еще зубы. Например, вот такой. Не факт, что он качественный, но все же не подошел. Так, что у нас тут? Нафиг. Блин, зубы разлетаются в разные стороны. Но вот этот вроде белоснежный. А что время? 2.30. Какая разница? Главное, выполнить работу качественно. А зубы не подходят ему к лицу. Я сейчас в это... Чел, ты меня огорчаешь. Почему к тебе зубы не подходят? Так, может это вниз? Во. Они не крепятся. Какого фига? А почему они не крепятся? Я не понимаю. И ты подключаешь зуб. И в ту же секунду он просто отваливается. С виду неплохо. Думаю, что он выживет. А, так я прошел. Выходит, что я прошел. Лол. Ха, так я ж ничего не сделал. А-а-а. Наверное, когда зуб попадал в свое место, игра это засчитывала. И когда я установил последний зуб, тогда все, типа, хорошо, нормально, можно жить. Ну, а дальше у нас идут те же самые операции, только в других условиях. В скорой помощи, потом еще где-то, и потом еще где-то. Но на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи. Пока. Счастья вам. Продолжение следует.